Здравствуйте, уважаемые эксперты и участники конференции. Я Слепцов Николай, 10-й класс. Тема моего доклада «Экология и этология» и «Блингийский левноход суслика» на примере «Красно-сергорода Верханинска». Левноход суслика в окрестностях «Красно-сергорода Верханинска» мало изучен в частности взаимоотношения с сусликой и человеком. Данная тема – предмет моего изучения на протяжении 9 лет. За прошедшие годы изучил его основные тексты экологии и образа жизни. В этом году продолжил наблюдение и акцентирую основное внимание на поведенческие реакции сусликов друг к другу к окружающим и к человеку. Цель работы – изучение образа жизни и поведения для нахождения суслика, а также взаимоотношений с сусликой и человеком, на примере «Красно-сергорода Верханинска». Для этого поставил следующую задачу – вести суточные и сезонные наблюдения за жизненным циклом и сравнить данные за несколько лет. На бандельных участках в один гал установить численность сусликов по годам в окрасно-сергорода Верханинска. Продолжить затяжение в стране Нары, выяснить победительские реакции сусликов друг к другу к окружающим и к человеку. Вести наблюдения за врагами сусликов во время их спячки. Наблюдения велись по сезону сопрали по набору на шести участках. Рысая гора, Суптугур, Моас, Содонах, Покрасно-сергорода Верханинска, Аганах, Покрасно-сергорода Верханинска, Аганах, Покрасно-сергорода Верханинска, Бадай, в 2,5 км от поселка Столбин. В исследовании в пост за пост за прошлые годы использовалась фотоловушка. За 5 лет исследования получены 13,970 фоксации фотоловушки, которые шифровались и систематизировали. Финологические наблюдения показывают очень интересные данные. По диаграмме 1 видно, что первый выход начинается с 14 марта по 18 апреля, а массовый выход с 23 марта по 27 апреля. Финологические данные по всем годам показали четкие даты выхода в сусликов в Нары, что напрямую зависит от температуры воздуха. Началом выхода можно считать установление температуры минус 6,4 минус 6,9 градусов, а массовый выход наступает через 9 дней после первого выхода, что повторится каждый год. Залегает суслик с 35 августа по 30 сентября, так и зависит от температуры воздуха. Такие данные указывают, что чем раньше суслик выходит из зимней спячки, тем раньше он залегает в зимнюю спячку. В местах зимовых суслика начали изучение среднесуточной температуры почвы. Рождая детеныш в конце мая, в начале июня. По нашим данным, первый суслик выходит на поверхность в конце июня. Закоротки первых суслик быстро развиваются и уходят в зимнюю спячку, прежде чем взрослыми животными. Во время спарывания за самку могут ухаживать несколько самцов, но создают пару с одними с них. За потомство сидит одна самка, так как после спарывания самец уходит. Нора разделяется на временные и постоянные. Временные неглубокие и имеют мало выходов. Постоянные выходы до 6, глубина до 65 сантиметров. Отсеки постоянных норов имеют свое предназначение. Кладовая, где запасают виды спальня, спальня, спастилка, диспетра, дайдюченышек. Дальше здесь отсеки, где накапливают ненужные отходы, испражнения. В 2018 году нашли запасную нору сусликов с хорошо развитой гнездовой постилкой и с запасом пищи около 1 кг. Установлены различные типы реакций сусликов на хищниках. Реакция на воздушно-земных хищников немного отличается. Суслик может различать неопасный живот над хищниками, это лошади и коровы. По отношению к человеку ведут себя немного иначе. Ферголетки намного быстрее получаются, чем взрослые особи. Взрослые особи ведут себя очень наслажденные. Могут подойти, если очень голодные, и то через год-два привыкания. Они очень доверяются и относятся к повышенным людям. Если рядом окажутся чужой человек, то даже все галетки не подходят. К тому же привыкают к определенной одежде человека. Если сменить одежду, то какое-то время находятся в настороженном состоянии. Видимо ориентируется на голос и запах человека. Таким образом, для нахоз существует несомненно интересный вид животных, который трылся в стороннем из здений. В следующем году продолжим наблюдение, акцентируя основное внимание, настроение ноль и среднесуточную температуру почвы и связать с выходом долегания с воскликов. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.